Если сильно насолил властям, то уже никак не отвертишься. Досмотрите это видео до конца и вы узнаете, какое абсурдное дело происходит в Таджикистане. Подписывайтесь на наши обновления, точно будете в курсе всего самого актуального. Суд района Исмаили Самани города Душанбе приговорил осужденного защитника прав мигрантов из-за АТА ОМОНа к шести годам лишения свободы по новому уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Осужденному к девяти годам колонии правозащитнику в марте этого года было предъявлено новое обвинение в присвоении 10 тысяч долларов по жалобе жителя города Бахтар-Нурло-Вахидова. Приговор по новому уголовному делу был оглашен в суде района Исмаили Самани 6 июня в присутствии адвоката, родных осужденного и стороны обвинения. Махмад Юсюф Халов, сын из-за АТА ОМОНа, сообщил, что они были готовы передать деньги заявителю в присутствии судей и прокурора, однако судья быстро огласил приговор и все разошлись. Один из близких заявителей беседы сказал, что их в суд пригласили родные из-за АТА ОМОНа, сказав, что там вернут деньги. Судья не поинтересовался нашим мнением и огласил приговор. «Мы раньше договорились, что деньги нам вернут прямо в зале суда», добавил собеседник. Как вы относитесь к такой ситуации, что люди уже по сути решили вопрос, но нет, властям нужно кого-то засудить? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Близкие из-за АТА ОМОНа заявили, что не согласны с приговором и опротестуют его в вышестоящей инстанции. Известного защитника прав мигрантов выслали из России в Таджикистан в конце марта 2021 года. На родине его задержали силовики по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Суд в Душанбе 19 октября 2021 года приговорил из-за АТА ОМОНа к 9 годам лишения свободы. Верховный суд Таджикистана в ноябре 2021 года оставил приговор без изменения. В декабре 2021 года из-за АТА ОМОНа из СИЗО перевели в колонию, расположенной в Первом Советском. Родные из-за АТА ОМОНа считают дело сфабрикованным. Они считают, что власти, скорее всего, не были заинтересованы в возврате денег из-за АТА ОМОНом и были заинтересованы в продлении срока тюремного заключения. Сторонники из-за АТА ОМОНа считают, что его задержание и предъявленные ему обвинения на самом деле политически мотивированы и связаны с его критикой правительства Таджикистана. Из-за АТА ОМОН, руководитель Центра таджиков в Москве, был лишен российского гражданства и депортирован из России 25 марта. Таджикские власти днем позже объявили о его задержании в Душанбе. По данным властей, он был арестован на основании заявлений от нескольких лиц по обвинению в мошенничестве. Родственники из АТА ОМОНа сообщили, что, несмотря на несогласие с выдвинутыми обвинениями, возьмут на себя выплату денег по всем искам, чтобы добиться скорейшего освобождения правозащитника. Помимо оказания юридической помощи эмигрантам в России, он был активен в социальных сетях и критиковал некоторые инициативы правительства Таджикистана. Как вы относитесь к тому, что с каждым днем все больше правозащитников и просто людей, которые высказывают свое мнение, оказываются за решеткой? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все, оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!